Послание Отца Абсолюта 13 ноября 2019 года Советы родителям Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Чтобы подвести итоги серии моих посланий о Матрице Вознесения, я хотел бы остановиться сегодня на самых важных моментах отношений родителей со своими детьми. Первое. Во всем должна быть золотая середина. Очень важно, чтобы вы чувствовали ту грань в отношениях с детьми, за которую нельзя переходить. Ваше общение с ними должно быть естественным и непринужденным. Почаще вспоминайте фразу «Благими намерениями выложена дорога в ад». Мне не хочется, чтобы вы воспринимали мое послание как инструкцию к действиям, причем немедленным. Все вы разные, так же, как и ваши дети, и далеко не все они кристальные. Поэтому начинайте всегда с малого и старайтесь преподносить им духовное знание в виде игры, особенно малышам. И если вы поймете, что ваш ребенок энергетически усвоил первый урок, переходите ко второму. Так, шаг за шагом, вы будете вместе продвигаться по пути Вознесения, привыкая жить в тех энергиях, из которых и состоит Матрица Вознесения. Второе. В зависимости от того, где вы живете и какие люди вас окружают, выберите определенную линию поведения в общении с вашим ребенком. Например, если вы находитесь среди сугубо трехмерной и чувствуете, что люди, которые вас окружают, далеки не только от темы Вознесения, но даже от разговоров на духовные темы, вы можете сделать следующее. Договоритесь со своим ребенком о том, что теперь у вас будет общая тайна, о которой до поры другим знать не нужно. Вы можете предложить им играть волшебников и вместе превращать злых людей в добрых, ссоры в дружбу, напряженную обстановку в легкую и веселую, наполняя мир и людей энергиями света и любви. И поскольку многие из вас уже убедились на собственном опыте, как энергии высоких вибраций меняют сознание людей и окружающее вас пространство, то вы можете поделиться этой радостью и с вашими детьми. Я уверен, что им очень понравится игра волшебников. И кроме того, она убережет вашего ребенка от непонимания и насмешек со стороны других детей и взрослых. И третье. Не забывайте о том, что главную роль в воспитании ребенка играют ваш собственный пример и ваши собственные энергии, а не слова и норовоучения. Особенно это важно, когда ребенок еще совсем маленький. И всегда старайтесь говорить с детьми на их языке, простом, понятном и образном. Очень важно, чтобы они полюбили разговоры на духовные темы и сами становились их инициаторами. Но любую новую для них тему следует раскрывать постепенно, очень дозированно, чутко улавливая моменты, когда нужно остановиться, чтобы у ребенка не появилось отторжение от слишком сложных для его восприятия слов и понятий. И не расстраивайтесь, родные мои, если у вас что-то не получается. Гораздо важнее самим находиться в гармоничных энергиях, которые будут оказывать благотворное влияние на ваших детей. А энергии беспокойства, раздражения и неудовлетворения будут отбрасывать назад как вас самих, так и вашего ребенка. Будьте, родные мои, любящими, мудрыми и терпеливыми родителями. И пусть Матрица Вознесения станет для вас тем самым ноевым ковчегом, который вынесет вас из бурлящего потока трехмерного мира на новую землю пятого измерения. Благословляю вас и люблю безмерно. Отец-Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения. 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 Продолжение следует...